дорогие друзья ну что мясо вы же его любите и я его люблю поэтому надо делать у меня говядина я пошел в свой магазин в этом в моем доме прям находится магазин это у меня антрикот ну то есть поясничная часть какой-то там коровы никакой не мраморной обычной самой вот как вы покупаете там у себя на рынках или в магазинах где так сказать мы не понимаем что за производитель что за корова своей смертью но умерла или кто-то ее все-таки предложил к ней руку смысле обычное мясо я в этом я к этому ко всему тандыр у меня греется кости вот сюда складываются и главная идея такова всего этого блюда тандыр по сути это печь потому что мы готовим не на углях мы готовим не на дровах мы готовим в тепле которая накапливается в стенках сделанных из шамотной глины то есть мы нагреваем сам тандыр потом выгребаем угли оттуда и все что у нас год вот это мясо будет готовиться только от тепла которые дарит нам это произведение искусства все мясо здесь у нас достаточно на приличную компашку которая вдруг собралась попить пиво ну вот так получилось что я сам алкоголь не пью и поэтому у меня на канале нет ни одного рецепта для тех кто любит пиво ну а так как на дворе лето то почему бы нам не сделать такую вещицу сказать для лояльных наших любимых зрителей поэтому я взял обычное совершенно мясо без всяких там понтов не мраморная никакое там не black angus и теперь из него нужно убрать лишние пленки те кусочки которые более-менее здесь у нас есть они нам подойдут как раз для моего блюда а вот эти вот кости вот все что остается это все потом в пленочку в морозилку сварите бульон но смысле мы сварим вы сварите из своего бульон мы своего сварим бульон короче убираем все зачищаем это важно иначе не прожует значит мясо зачищено полностью вот не полностью кусочек один но не важно важно то что его нужно порезать так чтобы оно было прям тонюсенькими кусочками сначала поперек волокон потом вдоль такими ленточками вот такими смотрите о для чего это во первых для того чтобы быстро мариновалась в третьих что быстро готовилась во вторых я пропустил поэтому в третьих сразу что быстро готовилась все можно сразу скидывать его там в тазик главное делайте подлиннее кусочки чтобы они у нас на решетке а решетка смотрите я трехъярусная решетка для тандыра она прекрасно она как бы как аксессуар не шла в комплекте она появилась у нас за отдельную плату так сказать и вот мы на ней жарим и жарим это так же как с решеткой на мангале самолеты летят конечно как с решеткой на мангале ее нужно пока там температура высокая и есть пламя ей просто опускаю туда все пусть прогорает обгорает все а все остальное нарезаю острый нож все тебе мясо с кровью будет это кстати первый раз за все годы когда я порезался да еще и в кадре порезался правда чуть-чуть надрезал немножко кожу но тем не менее в маринаде будет моя кровь и можно сказать мясо с моей кровью впервые за почти за четыре года существования моего канала пару зубчиков чеснока обязательно автор ножа алексей кабанов увидит скажет я же говорил железяк это злая ну да да злая чеснок короче сюда шкурки сюда теперь у меня есть дробленый перец это не мелкого помола перец а крупными кусками дробится и посыпается вот нам нужно сюда именно дробленый перец почему потому что тема пивная должна быть яркая вкусовая гамма такая хрустящая всегда вот во всевозможных джерки так далее очень часто я вижу что крупные специи используют для того чтобы вот потом ты ешь и прям такие взрывы были во рту чеснок крупно рубленый перец у меня есть еще перец такой 4 перца до зеленый розовый белый и черный просто обычная смесь я чуть-чуть сюда добавляю в как-то называется вступку ступка кстати с боли у меня дома такая большая а у тимура маленькая их вещей просто больше было они все большую решили не брать тоже сильно только размяли горошины все как только круглый гараж о вот аромат полевая кухня дачная и так далее она не подразумевает там каких-то эксклюзивных движений нужно чтобы было все просто капля соевого соуса немножко соли ну как немножко если мы готовим пивную тему конечно можно подсолить прям там прилично буквально тут пару щепоток тут много не надо сахара но этот сделает наши так сказать мясные ленточки гораздо вкуснее все это нужно перемешать посмотреть если специи прилипло мало на кусочки мяса значит нужно добавить еще добавляем еще ну то есть перемешайте просто оставьте вот пока у вас температура в тандыре набегает 15-20 минут не важно сколько важно просто кусочки то тонкие чо их тут просаливать они у вас сами просолятся вы даже не заметите как все оставляем и ждем сигнала от тандыра когда он скажет нам типа загружай тандыра 220 градусов для маленьких кусочков большая температура нам не нужна решетка обгорела но не забывайте вы должны иметь всегда гриль у вас там мангал тандыр вообще не важно вы должны иметь вот такую металлическую щетку для того чтобы потом вот эти вот агарки все смести вот эти вот тоненькие кусочки говядины уже под маринованы я складываю на решетку аккуратно так чтобы они друг дружке не прилипали чтобы было расстояние если у вас много кусочков значит на все три яруса но у меня трех ярусная если у вас комары заразы если у вас мало кусочков я начинаю с верхнего яруса вообще конечно в идеале у нас это больше на под копченую сушку похоже должно быть они на жарку время у нас будет небольшое и желательно чтобы мясо было подальше вот огня но не от огня а вот углей но угли лучше всего вы грести поэтому сейчас пока у меня прогревается крышка с мяса раскидаю угли вы ну оттуда не угли не вы ну мы тогда закоптить не сможем щипа не будет гореть на просто на полу на горячем поэтому уголечки оставляем там их немного сейчас кто-то из вас думает это что же джерки делают вот так да джерки просаливают в нитритной соли потом раскладывают на сетки и отправляют в сушку но с легким нагревом 60 градусов и на пару дней и все это высыхает превращается в мясные чипсы опа значит щипа у меня замочена щипы немного мясо тоненькая поэтому прям сколько две щепотки чуток ждем пока у нас щипа не нагреется и не начнет слегка слегка дымить потому что мясо будет стоять о дымок начинается да давайте мясо будет стоять недолго дым идет до начинается все из-за это время оно у нас должно подкоптиться и поджарится минут пять я засекаю пять минут а у не засекаю сел телефон короче мы засекаем пять минут и смотрим что у нас получилось опа время вышло во вот смотрите вот это я и планировал запах копчения есть крупные специи налипли надеюсь что соли достаточно тоненькие удобные кусочки если доски есть для подачи на доску просто накидываете мужикам на стол я не спиву с пивком но если есть желание можно чуть дольше подержать прям до сушить но температура должна быть низкая даже если она будет слегка жестковато ничего страшного потому что мясные чипсы высушены из магазина они вообще жесть ведь жуете их слюной в заразмачиваете жуете жуете маслом не смазывал масло не дает воде испаряться нам нужно чтобы это немножко было подсохшее но вот эта тема вы можете даже если днем делаете можете бумагу кунь накидать и оставить просто под солнцем чтобы она высохла прям часик по вкусу правда как колбаса почему получилось я думаю такой закуски не откажется ни один любитель пива и даже я как человек который не любит пиво ну не пи этого уверен на сто процентов уверен что если бы вокруг меня пили пиво я бы просто сидел с ними ел это вкусное мясо элементарно просто вкусно и подходит для всех слоев населения пока дорогие друзья рекомендую